Поскольку вы можете находить существа выше вас, вы можете находить существа выше вас? Не можете. Значит, мы не образованы. Это говорят, что признак образованности человека заключается в том, что он чувствует, что есть святость. Потому что чем ниже развитие личности, тем меньше он верит в чистоту, святость, глубину тех, кто его окружает. Если себя взять, допустим, войти в интернет, то можно увидеть, что многие люди вообще просто настолько циничны. Они ни во что светлое вообще в жизни не верят. Постоянно гнусят, гнусят, постоянно ругают, спорят. Это не то, чем должен жить человек вообще. С помощью обсуждений недостатков кого-то никогда человек не может помочь ни этому человеку, ни себе. Обсуждение недостатков не решает вопрос вообще, в принципе. Поэтому единственный способ решать вопрос, это занять правильную позицию к человеку. То есть ближе или дальше, это очень важно. Это принципиальный вопрос. Потому что если мы слишком близко друг к другу, но не можем правильное отношение строить, то это приводит к разрухе. Можно дальше. Можно в одном партии, но на расстоянии. Но расстояние, говорится, речь идет о расстоянии в отношениях. С помощью речи, беседы, поступков. Но в сердце никогда не нужно делать расстояние никому. Мы в сердце должны любить учиться человеку. Любить, но внешне на расстоянии. Допустим, девушка меня одна спросила, я не могу со своей мамой общаться. Я посмотрел, вижу, что у нее настолько сильно тяжелое карминное отношение с мамой, что она не может ее с помощью молитвы еще как-то приодолить. Говорит, что делать? Вы маму любите? Она говорит, я уже не знаю, ее любили или нет. Это означает, что она неправильное расстояние выбрала. Должно в молитве начать любить маму, сначала ее полюбить, а потом просто, допустим, созваниваться по телефону и говорить, мамочка, я тебя люблю, у меня все хорошо, спасибо, пока. То же самое. Можно выбрать расстояние. Мамочка, я тебя люблю, все хорошо, спасибо, пока. Не давать пояснить отношения. Делать такой вид, хотеть в туалет неожиданно. Но не давать. Давать боли, то не вытаскивать. Косить ее с помощью внутренней жизни. Боль никогда не разрешается с помощью наружных отношений. Она всегда разрешается с помощью внутренних отношений. Не надо пытаться от выяснения отношений с близким человеком разрешить боль. Это невозможно. Нужно всегда в молитве разрешать отношения. А близкому человеку надо давать радость в жизни. Допустим, мы с ним поругались, глаза мы не видели. Не надо смотреть, надо молиться от других. Не надо ничего делать, не ему показывать, что-то вредить. Просто работа в молитве, надо начать в молитве. Дальше, следующий этап такой. Есть силы с ней поговорить, да? Это означает новый виток руганий. Не надо ничего говорить, не надо с этим человеком. Надо продолжать в молитве. Следующий этап. Да, я прости. Тогда надо опять не надо выяснять эту ситуацию, а просто сделать что-то хорошее для близкого человека. Вообще не относящийся. Просто что-то другое, что-то хорошее. И потом эта ситуация решится сама. Как она решится? Просто когда вы успокоитесь, сразу придет презвость, вы скажете, ну, я был не прав. И близкий человек скажет, ну, я больше был не прав. Или он скажет, да, ты был не прав, я был. Ничего страшного. Надо сказать в этом случае, я больше так не буду. Даже если не прав. Почему? Потому что этот человек сейчас находится на такой стадии развития внутреннего, он не понимает своей неправоту. И каждый человек имеет право не понимать свою неправоту. Потому что если сейчас, сколько мы не понимаем, сколько я не понимаю своей правоты, будет не меньше. Поэтому надо давать человеку возможность просто быть полной иллюзией у того, как он должен со мной жить. Полной иллюзией. Но любовь, она отрисляет. Постепенно человек начинает понимать, чем он не прав. Близкие и правильные отношения дают возможности. Но и близкие отношения неправильные, все разрушают. Поэтому если отношения неправильные, нужно сначала ее развести. Теперь сразу возникает вопрос, а почему мы не можем на расстоянии быть друг от друга? Ведь многие люди не могут. А? Что-то, откуда привязанность? Желание наслаждаться. Спасибо, вы ответили на все мои вопросы. Смотрите, вот это желание использовать тело и искать человека для своего наслаждения создает сильную привязанность. Сильная привязанность делает беспортонность в отношении. Я начинаю с ней вести группу по-хамски. То есть начинаю вести себя к своей собственнице. В результате человек зверей. И причина вот такой безудержной хамства, безудержного хамства, сильное желание наслаждаться, не служить отношениям и наслаждаться им. В этом случае нужно поменьше секса, поменьше желания наслаждаться, нужно успокоить себя психически и дать возможность человеку от себя отдохнуть. Тогда всю ситуацию сама уступает. Понятно, да, система? Если мы не можем отстраняться, мы всегда рядом ругаемся. Это значит, что много привязанности. Привязанность означает, что хочу наслаждаться этим человеком, не служить ему, а наслаждаться. Использование и эксплуатация любви, а не служение любви. Видите, Джон Рейскин обращается к тем, кто уже ведет разумную жизнь. Потому что показателем разумности и единственным является способность видеть в людях чистой и светлой. Это означает видеть кого-то выше себя. Вот если для того, чтобы не квалифицирована лекция читать, я должен вас, как слушателей, видеть выше себя. Не ниже, а выше. То есть я должен обращаться к чистому и светлому ваших сердцах. Я очень не квалифицирован в этом вопросе. Если люди меня слушают, значит, я умею. У меня такое чувство возникает. Но это иллюзия. Мне и тот, кто способен слушать, а не тот, кто говорит. Я сейчас себя настройки немножко поменял в отношении с вами. Потому что эти настройки дают возможность правильную. То есть мы их правильно решили. Я должен это видеть, иначе никакого разума в этой лекции не будет. Я должен видеть вас разумнее себя. Потому что вы слушаете, а я говорю. Тот, кто слушает, он сильнее, чем тот, кто говорит. Итак, поскольку вы можете находить существа выше вас, поскольку вы на эти существа взираетесь с чувством благоговения или глубокого почтения, постольку вы и становитесь благороднее и счастливыми. Попытайтесь понять, эта фраза крайне ключевая всей жизни человечества. Попытайтесь понять, что судьба, она не только внутри человека варится, она также передается от одного к другому. Мы реально можем изменить всю свою жизнь очень просто. Смотрите, Меншиков, он просто был босиком. Представляете, что это такое в те времена? Не образованный пацан, у которого нет никакого воспитания, образования. Это сейчас все там озвучают, окромограммом. Он просто был босиком. Босиком означает, он не экранок, а ребенок был. Но у него было одно свойство. И это свойство из него все в жизни. Знаете, какое свойство? Он умел верить в дружбу и умел служить. Это два качества всего. Он верил в дружбу и умел служить. В результате воли судьбы он встретился с Петром Первым. Кстати, этот мальчик в отношении с Петром Первым. Он стал образованнейшим человеком и возглавил войско Петра Первым. Кстати, из неграморного человека он превратился в интеллектуальную личность, которая способна была управлять целым войском. Это же непросто. Поймите, что это непросто так разлиться. И так судьба человека, как передается в это, говорят, как аромат цветка от одного к другому цветку. От человека, от цветка к человеку. Понимаете? Тот вкусный цветок. Человек вдохнул, он стал слаще. Почему женщина не отцветит? Цветы, что ты? Потому что, когда женщина с цветком соприкасается, она становится красивее. Женщина с цветами красивее, чем женщина с цветом. Согласны? А красота — это не женская сила. Она с помощью красоты решает все вопросы в своей жизни. Это можно дарить женщинам цикли, от всей души дарить. Как символ женской красоты. Итак, очень важно знать, что если мы перенимаем красоту какого-то человека с помощью веры в его качество, а вера — с помощью изучения. Смотрите, одни люди в интернет изучают то, что не так сделали, а другие люди изучают то, что так сделали. Что легче изучать? То, что не так сделали, то, что так сделали. Легче, да? И это вызывает деградацию. Мы перенимаем эти качества. Я думаю, если ты кого-то обсуждаешь, ты перенимаешь у него эти качества. Или уж на себя. Мне придется с этим справляться. Такая пословица, что боролся, на то и напоролся. Я разок одного человека близкого друга очень сильно осудил в своей жизни. Не буду говорить ни за что. Но через несколько лет у меня такое же событие произошло. Я точно так же с ним не справился, как мой близкий человек. Это результат того, что я просто оттуда. Ну, если это по-крутое, типа, как попробуй. Это пущу. Так часто женщины постоянно проклинают мужиков, своих мужчин, пьяниц. В следующей жизни они рождают сами пьяницы и мужчины. Сказали. Потом и их жена их проклинает. И так они пикуют. С жизнью в жизнь попадают в такую ситуацию. Такие люди, они обычно как встречаются? Они обычно смотрят, человек влюбляется в человека и думают, что-то не хочу из себя такого человека. Тянет. С одной стороны, чувство такое, ой, блин, не хочу такую жизнь. Тянет. Манит, манит, манит. Карусель, путешествие, замок. Почему манит такая карусель? Потому что сознание мухи есть, сознание мухи. Что такое сознание мухи? Муха хочет сладкого, так же, как пчела. Муха, когда летит ароматом, нектара сладкого, она имеет свойство, характере, во всем разбираться. Она смотрит, там Г лежит внизу. Надо разобраться, что за бардак. Она туда подлетает, там потом опарыши у нее заводятся, и она уже в этом бардаке там и осталась. А пчела, она никогда ни с чем не разбирается. Она летит только к нектару. Ее ничего не интересует, кроме нектара. Она не изучает никакие склейки, новости, никакие не изучает. Она кроме нектара ничего не изучает. Она летит к нектару, берет нектару, не для себя, а несет его кули. Понимаете? Разница. Это медический пример разницы пчелы и мухи, сознания пчелы и мухи. То есть, поскольку вы можете находить существа в вашем сознании пчелы, искать нектару, на которые вы вздираетесь с чувством благоговения, выше нас, значит, чувство благоговения или глубокого почтения, означает чувство, вот эту силу счастья в человеке, как чувствуешь. Поскольку вы становитесь счастливее и благороднее. Нет другого способа. Счастье к человеку приходит не потому, что оно, как бы, к нам всегда приходят радости, когда им ждешь. Понимаете? Не так жизнь построена. Да, конечно, мы все ждем, когда у нас хороший момент в жизни пойдет, чтобы наслаждаться этим. У человека есть в жизни тяжелый период, самое главное в жизни, когда он стоит в экзамен. И легкий период, когда он отдыхает, от сдачи экзамена. Все люди, большинство людей, они ждут, когда легкий период начнет, когда отдыхают. А жить-то надо в тяжелом период, жить, когда ребенок. Понимаете? Человек должен из другого радости извлекать. Настоящая радость человеческая должна приходить из контакта, из чистотой. Вот ты настроился, с утра, на чистое и светлое, то столько радости получишь, сколько настраиваться. Для этого нужна молитва. Молитва — это не просто тарабанья, какие-то слова. Это компакт, отношения, близкое общение. Дает изменение жизни. Близкое общение с чистотой. Это очень важное высказание, очень важное. Если бы вы всегда могли жить среди ангелов, вы были бы счастливее, чем в обществе людей. Почему бы нам не жить среди своими сознаниями? Человек живет в своем сердце всегда. С кем поведешься, от того и наберешься. С кем ты живешь в своем сердце? С пьяным мужем или со святым человеком, который избагает от пьянства? Разберись. Если ты в сердце поставил дождь у него муж в пьянице, проводит пьяница, значит, ты не будешь жить. А если ты со святостью живешь в сердце, то муж перестает пьяницей быть. Это реальность. Так действует эта жизнь. Очень легко обижаться и сердиться на судьбу очень тяжело жить правильно. Давайте учиться. Контакт с чистотой дождает чистоту в сердце. Наоборот, если бы вас засудили жить в толпе идиотов, существ, безобразных, злых, вы бы не были счастливы при вечном сознании своего превосходства или прощения к ним. Таким образом, вся действительная радость и вся сила человеческого прогресса зависит от того, что люди находят достойным предметом своего восприятия или поклонения. А вся низость и все злополучие человечества начинаются с привычки, настраиваются на негатив. То есть презирают кого-то. Не любить, обижаться. Понимаете, да? Сознание мухи означает видел плохое и застыл бы. Увидел плохое, значит, вот пришла наказательная жизнь. Сейчас читал лекцию в юридическом храме. Лекция была как духовная, духовная. И в конце лекции одна женщина начала меня критиковать жутко, просто начала руковаться. Вот. Все такие замены, все неожиданные были, неожиданные были. И я сначала не ожидал это, у меня как-то застыло хор в уме. Поэтому я понял, что она является воплощенной силой, которая привела к практическому занятию обсуждаемой темы. То есть я обсуждал тему, как не критиковать, и сейчас я должен не критиковать. Прямо сейчас, во время лекции, как бы, Господь мне устроил экзамен. Я начал пытаться принимать, начал слушать, говорю, вы все правильно говорите про меня. Она, и я говорю, я вот не отдал голове опит, и она говорит, не отдал вас голове опит. что вы говорили про себя, таким вы и становитесь. Господь сдал мне экзамен, сдал мне ситуацию. я ее не сдал сразу. У тебя все были счастливы, я так провел себя, что ты не будешь ободен, но я не сдал экзамен, потому что в сердце не было удовлетворения. Это говорится, что по своему сердцу можно определить, что произошло, как ты от этого знаете, если ты успокоен значит и правильный на своих делах, и спокоен значит и правильный. Я не мог понять, что же я не так сделал. Знаете, я понял, когда я отдохнул немножко, подумал о Боге, я понял, что эта женщина, она пришла к Богу со своими недостатками, со своей слухой, и она сказала Господу, я такая дура, ими меня, пожалуйста, а Господу можно сказать только через неделю, что я должен был сказать ей в своем сердце, я все буду дальше. Не обратить сильно внимания на то, что она так сказала. Но для этого нужно много любви вновь иметь. Я почувствовал, что я не квалифицирован сидеть и давать лекцию, потому что не хватило любви для этого человека. Понимаете? То есть я настроился на негативное в ней, и поэтому я пропустил чистое светлое, которое привело ее в полное место. В этом заключается квалификация человека. Если мы имеем силу настраиваться правильно, люди меняются на глаза. Не имеем такой силы, они будут уже чувствовать святость. Да в этом сейчас идет речь. И такая возможность бывает все равно только если ты настроен на кого-то, своих сил, у человека мало. Мы не можем своими силами преодолевать эти проблемы. Если я помню о святости кого-то, то в этой памяти не дает возможность побеждать какие-то ситуации. я ее сейчас уже победил эту ситуацию. Когда я все это понял, то я сделала то же самое уже на расстоянии. И у меня сердце отравдывалось успокоилось. Я просто сейчас привел пример, который сейчас произошел в моей жизни вот только что сейчас. Зачем это лучше работает? Практ, как всегда, помогает оценить. Оценить. Ну, как бы, нет смысла без Практ дури. «Славнее Господство над землей, прекраснее восхождение до небес, славнее владычество над мирами, святая радость первых ступеней, очищение сознания». Еще раз. «Славнее Господство над землей». Можно быть царем всего мира. Прекраснее восхождение до небес, можно быть очень чистым и светлым человеком. «Славнее владычество над мирами, святая радость первых ступеней очищения сознания». Понимаете, человек должен жить для очищения сознания. Если он уже считает себя уже таким возвышенным, то значит, что он напрасно уже живет на этой земле. Потому что жизнь означает всегда очищать свое сознание. Всегда пытаться быть чище внутренней. Пытаться понять, как правильнее жить. И это больше радости человеческая дает, чем все, что ты достиг уже в жизни. Все достижения не надо на них вообще обращать внимание. Они бесполезны. Кто-кто обратил внимание на достижения, ты это твое проклятие. Ты закорбился этим миром. Это буддийский мир. разбирать. Итак, тему радости с вами разобрали. Сейчас будем разбирать тему совести. Нормально? Бесказание гласовскую школу стоит. Вот у него есть высказание в этом, который я толстой считал нужным сходь книгом. когда ты видишь, что человек заблуждается, не невозь на его. Пойди, что нельзя нарочно заблуждаться. Никакой дурак не хочет быть дураком. Никто не хочет быть функционером. Никто не хочет делать неправильные поступки. Это все происходит под прямим силы определенные, которые влияют на каждого из нас. Из силы, которая нас влияет. И это говоря, нестыль по силам, которые влияют на человек. На каждого человека просто в разном стихе. Первая сила называется силой невежества. Когда человек попадает в влияние силы невежества, он теряет самообладание полностью. Он даже потом не понимает, что он поступил неправильно. Вот например, девушка попала в плохую компанию, позанималась сексом, китью молодыми людьми. Ей понравилось, классно. Но она не поймет после этого, что такое чистое, светлое чувство незаглядного достижения. Она не поймет. Она не сможет это понять. Почему? Потому что она окунула свою жизнь невежеством. В результате она теперь не может понять чистоту женской природы. Она не может понять, что женщина все имеет сразу от рождения. И она теряет результат поступков. А мужчина ничего не имеет в результат рождения. Он приобретает результат поступков. Женщина имеет все сразу. Она природа имеет хорошие качества. И надо просто учиться быть чистым в жизни. Не совершать глупост. Все так. Женщины стремятся к квартире было все чисто. Они считают старость чтобы отношение семейное все было чисто. Не от природы склонность к чистоте. Почему? Потому что женщина совершает грязан и распроход. Она уже не понимает в чем чистота заключается. У нее нет этого знания. Пропадает знание о чистоте. Допустим женщина изменила ей очень трудно понять почему не надо изменять. Она не может понять чувство не пропадает. Итак что такое невежество? Это сила которая возникает в результате неправильного поступка. Она приводит человека в полное неведение от того что он не грабил. Допустим человек выпил один раз у него пропадает понимание что пьянство это величайшая опасность для человека уже. многие из вас думают а почему ты так говоришь какие доказательства? Хорошо им приведут доказательства. Очень простой доказательство. 40% трудоспособного населения нашей страны погибает от пьянства работа способного возраста. Разрушающая целую страну. Уже доказано что демографически мы вымираем из-за пьянства потому что у нас был период Горбачева который все ругают в правлении сделал сухой закон и хоть люди пили суррогат но в это время когда сухой закон был сделан в рождаемости наша страна вышла на одно из первых мест в мире мире представляете а сейчас на 140 пункте есть рождаемость и мы вымираем каждый год в России население сокращается на 140 тысяч человек это небольшой населенный губ допустим в Омске там 600 миллион 6 лет и он за пьянство в этом ситуации какая сила подсчитано что уже мы потеряли больше чем во второй мировой войне людей за пьянство просто наша страна потеряла больше чем войну за пьянство погибло видите сила огромная да эта сила еще позволяет нам иметь эту культуру выпивать о праздниках и все прочее причем интересно знать что допустим многие вещи которые мы считаем нормальными в Америке допустим которые мы презираем они там вообще не признаются например я был в Лос-Анджелес и читал лекции там нельзя курить на работе нельзя курить в транспорте в общественном нельзя курить в кафе в автобусах в машинах а если ты куришь дома в пекаре то если узнают на работе уволят да где курят не где курят а кто дурак курят только дураки курят если дураку захочется найти где курить он найдет почему там так сделали потому что система общественного устройства может победить вредную привычку если допустим я в Америке не увидел ни одного рекламы ни сплетного нигде и никогда здесь на каждом курсе почему потому что нет знаний мы не знаем как влияет восприятие того что мы видим именно сознание Штанов изучал этот вопрос он обнаружил что когда он изучил статистику что в странах где трудно доступность увеличивается алкоголь уменьшается пьянство допустим по моему в Дании там очень трудно ходить сплетное в течении дня вечером в мучении возможно есть мало пунктов где можно ходить сплетное а у нас смотри ты возле каждой школы стоит дворек с выпивкой я к чему это говорю к тому что есть культура общечеловеческая вы говорите это все правительство виноват мне не правительство виноват всегда в стране то происходит какова у нас культура поэтому если мы повышаем свою культуру то мы таким образом побеждаем эту проблему понимаете так когда ты видишь что человек заблуждается пойми не гневайся на него пойми что нельзя нарочно заблуждаться есть сила которая называется невежество она поражает разума человека и человек не понимает что он не прав не понимает это болезнь такая невежество это болезнь а то а что первичное тандем плохой поступок и не верится или не верится возникает плохие поступки не вникают и не верится то первичное и не как бы Версу плохой поступок выкидывает из невержества. Невержество первичное. Невержество первичное. Невержество первичное. Молодец. Хорошо. Нормально. Все прощается. Человек осознал, да, он побеждает в любую. Когда осознал, он побеждает в любую. Судьба не является такой непреклонной штукой, что она не проходит. Убийца может быть крощённым в результате правильного поведения. У меня был такой случай, я диагностику проводил, когда у меня было больше времени по руке. И на левой руке можно видеть в судьбу человека его поступки в этой простой жизни. На правое его желание, деятельность. Ну, то есть личные какие-то вещи на левой руке. И вот когда у человека на левой руке есть энергетическая, серийная такая энергия, то это значит, что он кого-то убивал в жизни. Я увидел такую энергию одного мужчины. Я говорю, и я ему говорю, вы знаете, тут в прошлой жизни убивали людей. Он ему так сказал. Посмотрел на меня и говорит, дорогой мой человек, я уже в этой жизни столько наубивал, что тебе и не снилось. он был наемным убийцей. Он говорит, я начал слушать лекцию, полностью заниматься. И сейчас мое сердце жаждет очищения. Скажите мне, что мне надо делать, чтобы я очистил свою жизнь. Человек понял, во-первых, что он загрязнился. Понял, что надо очищать свою жизнь. Видите, сколько он уже понял. Дальше все все произойдет само. То есть этот человек, несомненно, сможет выбрать цель из этой эпидемии. Несомненно, сможет. Если ты видишь, что человек заблуждается, не гнилайся на него. Пойми, что нельзя нарочно заблуждаться. Первая заблуждающая сила – это невежество. Есть невежественные поступки, они немедленно включают механизм самооправдания. Человек кого-то зарезал – для него это нормально становится. Женщина попала в плохую компанию – для него так сексом заниматься становится. Нормально. Мужчина начал с кем-то выпивать – для него это нормально становится. Так работает система, в которой мы живем. это первое наказание. Первое наказание, которое человек получает – это неведение. Совершил плохой поступок – первое, что с тобой произойдет – или ты раскаешься немедленно, или получишь неведение. Восприятие мира поменяется. Ты не будешь уже считать, что это плохо такое. И для этих ребят это будет нормально. Женщина бросила – нормально. Все бросали. Причем, я же самую интересную вещь расскажу. У меня есть один знакомый, который читал лекции по семейным отношениям. И у него тяжелая сутка была семейная. И он бросил жену. И сразу же после этого он начал читать лекции, нашел в ведах информацию о том, что разводы возможны. И начал читать о том, что это нормально. Разводиться нормально. Видите, философия поменялась сразу же. Хоть он и знаток в этом, он изучает это много лет. И все равно даже у него поменялась философия. Представляете, как сильно работает эта сила поступка? Она является основной в нашей жизни. Поэтому совершил простой и плохой поступок, раскаиваясь сразу, пока не поздно. Потому что потом твоя жизнь направится не туда, куда надо, и ты даже не поймешь, в чем проблема. Не поймешь даже. Это называется невежество. Страшная сила. Невежество – страшная сила. Теперь следующая сила, вторая сила – страсть. Что такое страсть? Это когда у человека возникает какое-то сильное желание. Допустим, на этой силе основаны все супермаркеты. Человек заходит в магазин, и там нет указателя, допустим, где этот продукт лежит. Чтобы до него дойти, тебе надо много чего посмотреть. Пока посмотрел, весь кошелек опустел уже. И вдруг все стало нужно. Это называется страсть – сила желания. И страсть – это такая сила, что она приводит человека к нескольким вещам. Первое – уменьшается время свободное. Потому что чем больше мы покупаем, тем больше надо работать. И больше надо работать, тем меньше времени. Уменьшается здоровье, страсть уменьшает здоровье, уменьшает любовь, уменьшает отношения между людьми, уменьшает счастье в человеческой жизни, уменьшает духовное развитие. Потому что некогда. Надо же работать. Чтобы развиваться, надо работать. Некогда духовной правой заниматься. Некогда прощать, некогда строить. Наши некогда воспитывать людей. Все потому, что мы хотим квартиру купить побольше. И вот эта квартира побольше, она умевает всю жизнь. Смотри, у человека есть секторы счастья. Все в суде положено. Столько семейного счастья, столько здоровья, столько отпуска, столько воспитания детей, столько дружбы, столько духовного развития. И вся жизнь, у него есть этот сегмент в жизни – счастье, радость в жизни. Что такое страсть? Хочу теперь комнатную квартиру. Получи. Прямо сейчас. Ипотеку. Взял ипотеку. Отдал в себя в рабство. Отдал в добровольную отдачу в себя в рабство. Мне говорят, что сейчас нет рабства. Сейчас есть рабство, но оно добровольное. Добровольно отдал в себя в рабство, и там все написали. Работать будешь столько-то лет. Для того, чтобы отдать эти деньги. И жить в этой квартире. Радуться жизни. Итак. Смотрите, что происходит. У человека сокращается. В сердце сокращается. У него сокращается возможность совпитать. В 12-й полной практике. Отношения с женой строить. Воспитание детей. Здоровье. Все уменьшается. Человек, который живет в страсте, просто зря живет в свою жизнь. Веда сравнивают жизнь. Веда сравнивают жизнь. Теперь вдохните, выдохните. Веда сравнивают жизнь. Веда сравнивают жизнь в страсте человека с остриком, который крутит воду, который добывает воду из колодцев. Раньше в медической структуре не сильно парились, чтобы делать какие-то электрические механизмы. Потому что они знали психологию. Есть некоторые животные, они очень сильно привязаны к тому, чтобы добиться того, чего хотят. Этому животному брали, привязывали морковку спереди вот так. И понимаете, морковка уже вот здесь. Она болтается и почти до рта доходит. Вот так привязывается, чтобы она не находила до рта. И ослик, он может только вперед бежать, он не может назад. И там такая система, что когда бежит, вода проходит из колодца. Допустим, вода нужна постоянно, чтобы она куда-то там наполняется. И ослик шурует целый день за морковкой. Его не надо подгонять, потому что у него есть кимул. Знаете, он целый день шурует за этой морковкой, и вода печет. Устал, вода не печет. Потом начал опять шуровать, а она куда-то наполняется. Какой-то йогурт постоянно. Вы понимаете, о чем я говорю? Чтобы быть осликом, не надо для этого быть, кормить копыта. Не надо вот так делать, не надо. Надо иметь морковку просто. И покатить на эту морковку всю жизнь. И люди сами накрыть себе морковку. У кого-то это трехкомнатная квартира, у кого-то машина, у кого-то Майами, у кого-то просто нормальная жизнь. Нормальная жизнь не показывает, что ли. Нормальная жизнь не означает вот так. Понятно, да? То есть нормальная деваться, как люди, что ли. Нормальная жизнь не значит, что пока нет душа. Человеческая жизнь предназначена для знаний. Человек должен вызываться как личность. Когда он вызывается как личность, ему даже работать меньше нужно будет, чтобы иметь средства на жизнь. И это сейчас не с высока, не с высока говорю. Я сейчас говорю про себя. Тоже много работаю. Понимаете? Речь об этом идет. Человек должен об этом задуматься. А стоит ли вот того, что я хочу, действительно того, чтобы на это всю жизнь отдать? Ты сколько счастья отдаешь для того, чтобы потом счастливым быть? И сколько там счастья будет? Скажу вам сейчас историю и козла называют. Знаете? А? Кто знает? Почти никто не знает. Скажи. Один человек имел духовного учителя. У него было очень песно в квартире. Жена постоянно пеки пилили. Когда будем повышать жилплощадь? Надо зарабатывать деньги, чтобы было больше места. Он пришел, говорит, я не могу уже так жить. Я хочу повеситься. Меня доставили. Он говорит, но есть способ, но ты должен принять мои наставления. Сейчас это будет непросто. Он говорит, что хотите-то говорить, я понимаю все. И наставник говорит, купи козла. Купил козла, привел нас там. Теперь его прямо посели в этой квартире, где ты живешь. Но уверен, у нас там и так нет места. Я уверен. Купил козла, поселил в квартире. И когда он начал податься, хакать, пекать, вообще жизни не стал. Просто так как все уважали в своей культуре наставника, и наставник сказал, что надо с козлом жить. Жили какое-то время. Потом не выдержали, говорят, или козел или мы. Все, то есть, или уманывайся своим козлом, вообще отцом. Или уводи его, или оставайся с нами. Одно из них. Он пришел к наставник, я был совсем разочарован, уже и наставники, и в своей жизни. Говорит, я так вас перил, а вы меня обманули. Я хотел, чтобы было лучше, а вы сделали хуже. Он говорит, я еще не доделал ничего, мы развиваемся. Мы развиваемся в процессе, говорит. Петь говорит, козла вытащил из квартиры и поселил рядом с домом. Козла вытащил из квартиры, поселил рядом с домом. Так классно стало жить в этой квартире маленькой. А ты из козла просто супер вообще. Какое счастье. Недели две такие поживные. Слушай, надо больше жить в дочке. Он побежал опять к этому. Говорит, опять начали говорить. Он говорит, ничего страшного, просто скажи, что наставник сказал. Если бы не прожил площадь, то надо заводить козла назад. Так он решил проблему. Перестанет себя говорить. Раньше мы жили в очень маленьком доме. Даже здесь, в Омске. Очень маленький вопрос. Все были счастливы. Сейчас вам не хватает площади. Потому что причина, ученые исследовали, психологи исследовали, почему не хватает площади. Причина в том, что люди очень мало вкладывают силы в отношения. Кажданин не хватает людей просто. Смотрите, в Америке, допустим, так как люди совсем не вкладывают в отношения, очень мало вкладывают. Им нужно в каждой семье две комнаты каждому человеку плюс общий зал. Если два человека живут в семье, если три, в трех комнатных квартирах, плюс общий зал. И в каждом санузел. И это не прихоть, а это необходимость. Потому что люди настолько разобщены, что они даже в одной комнате вместе не могут жить. Очень тяжело психически. Очень тяжело. Причина разобщенности. И так говорится, трехкомнатная квартира. Означается, что общий зал и плюс санузел в каждой комнате. Трехкомнатная квартира называется. Классно, да? Конечно, невозможно объяснить, что это не классно. Итак, смотрите дальше. В нашей стране надо хотя бы свою квартиру иметь, да? Теперь вам привожу пример от того, что я увидел в Индии. У меня есть один очень богатый человек, который выставляет мне камни. Он уже много-много лет ищет мне необработанные камни, которые могут действовать на здоровье, на суду человека. Потому что в основном камни сейчас греют. Они все прогреют и не действуют. Но если все правильно организовать, то можно получать такие камни хорошие. И он очень богатый человек, у него денег хватает. И он живет в одном доме со всеми своими сыновьями. Два сына, одна дочь, у них дети еще, семьи. То есть каждая семья в своей комнате живет. Я его спросил, а что бы вам, сыновья, дома не построить? Что бы у вас тесновато, когда у него останавливаются дома? Он посмотрел на меня, что, говорит, меня пропинаешь? Хочешь, чтоб я с внучками возился, чтоб я детей своих не видел? Я бы посмотрел, как они живут. Когда некие сыновья выходят из комнат своих к отцу, В зале они, в общем-то, в общий зал они встречаются, общаются. Они кланяются ему с вами. Они выходят и кланяются ему с вами. Матери. Потом начинают уже общаться. В то числе я. Теперь у меня был вопрос. Кто из вас удрался отцу поклониться к матери? Матери. Там несколько человек всего. По нашей культуры. И по этой причине нам нужно больше жить в площади. Потому что нет других. Да, люди любят друг друга. И не надо так много места в жизни. Им хорошо. Я ехал в поезде с индусами. И у меня был плацкартный билет. Плацкартный билет означает, что я имею право лежать на своей полке. Я заметил, что когда я ложился на полке, то индусы очень тихонько подсаживались. Те, у которых не было плацкартный билет. Они переходили из общего бакона. И подсаживались в плацкарте прямо. Сидели на твоем месте. И мне было очень неприятно. Мне было тяжело, потому что я купил плацкартный билет. Это мое место. Они сидели, отправили так очень смиренно. Я заметил, что напротив меня индус лежит. Он в час. К нему подсаживают. С ними начинают общаться. Через некоторое время они уже как родственники. Вместе сидят и едут. А со мной эти индусы, которые сидели, они как-то неудобно им было. И не уходили от меня постоянно. Знаете, почему? Потому что я выглал. Культура по сравнению с ними в отношениях с людьми. Я не люблю людей. У меня нет любителей людей. У меня нет любителей людей. Понимаете? Нет культуры этой любителей. Там люди, они просто от природы склонны идти к рукой. И все. Поэтому им так легко быть вместе. Миллиардов человек живет на такой маленькой территории, как живут на нем. Внимание, беспокоим, сейчас. Один процент развода. А у нас восемьдесят. Как разница? Мы понимаем, они недоразвиты, мы недоразвиты. Показателем культуры что является? Количество разводов. Не количество стиральных машин на бусу у населения, а количество разводов. Это показателем культуры и счастья в человеческой жизни. Как видите, есть страсти, которые убивают нас. Мы погружены в страсти очень сильно. Большинство людей в России погружены в страсти. Они пашут, как и шаги в целом. Они понимают, что счастье и жизнь, независимо от количества жить в площади, от глубины отношений. Надо вкладывать силы в отношения, а не в работу. Потому что даже работа не спасет от разводов. Люди теряют счастье, даже имея большие квартиры в личной жизни. Потому что не вкладывают туда свою любовь, свои силы. Туда надо вкладывать силы. Никто не может хотеть, чтобы рассудок его затмился. Никто не может хотеть, чтобы рассудок его затмился. Заблуждается тот, кто искренне принимает ложь за истину. Люди искренне считают, что тут это хорошо в нашей стране. Они искренне верят в это. Причем на самом высоком уровне. Я изучал эти вопросы. Многие люди из правительства считают, что выпивать понемножку, понормально. Причем многие религиозные люди так же считают. И у нас даже есть такой термин в России, которого во многих странах нет. Называется культурно пьющий. Допустим, у нас нет термина культурно убивающий, или культурно насилующий, культурно грабящий. В Бразилии, наверное, есть культурное грабище. Там много грабит. Наверное, там есть такое. У меня культурное грабище не убили. Изнасилование. Это культурно пьющий означает, что у нас, вот здесь нет понимания, что такое ясно. Какая-то огромная сила разрушает всю жизнь. У меня, например, есть понимание, потому что я никогда не пил сам, но у меня есть реальная, есть причина беспокоиться об этой своей судьбе. Потому что бабушка моя по материнской линии умерла в состоянии глубокого алкоголизма и убили на пороге собственного подъезда. Бабушка по материнской линии умерла, когда она в пьяном пике ползла к дому по отцовской линии бабушка. И замерзла, они доползли до дома зимой. И в состоянии опьянения. Дедушка по отцовской линии умерла от брака желудка, который тоже возник в результате алкоголизма. Мой отец до сих пор пил, вернее просто, мама не давно сказала, просто. Но пил всю жизнь и деградировал от пьянства. Его брат погиб от пьянства в молодом возрасте. Нормально? Я брат. Это результат того, что даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо, да? Но тем более полный горшок. То есть люди у нас считают, что можно немножко выпивать. Вот из-за этого у меня такая разруха в моем голове. Это реальный факт в моей пьянстве. Я не один такой, согласен. Это результат нашего невежества. Заблуждается тот, кто искренне принимает ложь за истину. Мы искренне считаем, что пьянство – это нормально. Ну, выпить чуть-чуть – это нормально. Это вообще не пьянство. Чуть выпивать – вообще не пьянство. И в Ведах есть такая пословица «Не надо змею поить молоком». Ее отца становится еще сильнее. Вот эти веселящие духи – это как змея, понимаете? Не надо поить молоком, не надо их считать хорошими. Не надо думать, что если чуть-чуть у меня спиртного будет в доме стоять, значит, все будет хорошо. Если у вас чуть-чуть будет пистолет висеть в заряженном доме, будет все хорошо, нет? Чуть-чуть висеть – никто же не трогает заряженный пистолет. Будет все хорошо, нет? Он самым быстрым помогут. Помогут в тяжелой ситуации жизни. Может, в себя, может, в кого-то другого. Поэтому пистолет не надо в доме держать. Точно так же не надо в доме спиртное держать, потому что тот же самый пистолет просто заведенного действия. Правда, он очень простой. Чем меньше спиртного, тем меньше проблем. Я даже пациентам этого не советую. Есть много лекарств на спирту. Я не классно работаю. У меня есть опыт, что это незаменимые лекарства на спирту. Можно без спирта. Хотя даже в обеде есть лекарства на спирту. Но я не пользуюсь. Но вы же не внутрь, а наружу. Как? Знаете, я вам советую вмазаться, маслами романтическими. Это гораздо приятнее, полезнее и красивее, чем духами. Какие это отстойно? Возьмите нормальные масла романтические, помажьтесь и пахнут, но они будут целый день, подключая тупов. И полезнее, приятнее и класснее. Временные культуры маслами. Раньше тупов не было, когда были романтические маслами. Не бывает так, что люди не заблуждаются, а нарочно не принимают истины, даже тогда, когда она раскрыта перед ними полной очевидности. Слушайте, понимаете. Человек понял, что это истина. Но бывает так, что человек не принимает ее, даже когда раскрыта, вот она истина. Они не принимают ее не потому, что не могут донять ее, а потому, что она обличает их злые дела. Она не принимает, потому что сердца не хватает принять. Отнимает у них злые дела, отнимает у них и заставляет, ну, разум, заставляет оправдывать свои пороги. Злые дела заставляет оправдываться, понимаете. Эти люди так же заслуживают не гнева, а сострадания, ибо их совесть больна. Они болеют совестью, понимаете. Они не заслуживают не гнева. Теперь вы скажете, что, никого не надо наказывать? Надо наказывать. Тем, кому надо наказывать. Допустим, есть сын, есть отец. Отец должен наказывать сына за злые дела, за его обязанности. Но если есть брат, допустим, более младший не должен обвинять своего брата старшего за злые дела, надо с добротой к нему относиться, наоборот, пытаться его вывести из этого состояния. Понимаете, то есть нет смысла злиться на недобрые дела людей. Это бесполезно, не помогает никому, ни вам, ни им, никогда. Это никогда не помогает. Это только всегда мешает и приведет нашей судьбе. Почему мы смеемся? Потому что нет сил не простить. Почему нет сил? Потому что духовности не хватает. Почему духовности не хватает? Потому что мы этому не вленем внимание. Не понимаем, зачем это надо вообще. Я поэтому и читаю эту дek executing, чтобы направить правильное русло жизни. Вы скажете, у меня нет времени заниматься духовностью. Хорошо, давайте сейчас разберемся в эту вопрос. 90% в этом замене, где считаю, у меня нет времени этим заниматься. Хорошо, давайте разберемся. Задаю вам вопрос Простой, который всегда стоит Если вы влюбились Вы заняты весь день Найдете время на свидание? Кто не найдет? Кто не найдет? Наверное, два человека поднимают На него У меня простой Ответной дурак Видите, проблем почему мы не занимаемся чем-то? Потому что мы не видим необходимость в этом Сильную необходимость Наша жизнь занимает только те события Которые имеют сильную необходимость То, что не имеет сильной необходимости Не занято место в нашей жизни Как же тогда сделать так Чтобы сильная необходимость была Самосовершенствовать духовной деятельности В моей жизни Как сделать так? Для этого надо слушать лекции Не обязательно мои Но надо слушать лекции тех, кто вдохновляет На женщину сегодня ко мне подошла Кроме ледически мы говорим Алик Геннадьевич, спасибо вам за лекции Я под них очень хорошо засыпаю Мне уже второй раз это сказали Я очень благодарен этой женщине Потому что когда человек под моей лекцией засыпает Значит, мне не верят И разносятся Человеку не можно заснуть под шоком Где-то есть в сердце Засыпание Бывает, что человек обессонится Он не знает, как заснуть Я все включаю Пошел засыпать Это значит, что они помогают на человеку Но это только первое Это только начало Потому что когда человек Я сам слушаю лекции Постоянно слушаю Постоянно слушаю Постоянно наушниках Тоже Потому что это дает Знаете, что? Вдохновение Живки Появляется время Появляются силы То есть первая ступень Развитой личности Это слушание Контакт Общение Отношения Тем, что живет получше По-правильному И постепенно Меняется жизнь То есть появляется Желание Силы Знания Знания приходят Очень медленно В сознании Время нужно много Много лекций Слушать Изучать Ну и изучать Сначала слушать Изначально читать Чаще всего Слушать Слушать Надо слушать Также духовную музыку В своей традиции Одна женщина Ко мне подошла И говорит Какая у меня вера А Она говорит Какую выбрать веру Мне подошла Какую выбрать веру Посмотрел на нее Говорит Ваша вера Надо Надо Тогда Понимать Ну то есть Человек Не надо Должен Ничего Вдумывать А есть Сердце Вера Если Ничего Нет В сердце Значит Зачем Просто изучать Слушать Слушать Изучать Уховную музыку Слушать То что ваше Оно Откликнется в сердце Оно взовет Радостно Счастье Так Человек должен В среде Верующих Людей Жить Смотрите Есть три Среды Первая Среда Это Среда Криминальная Или Среда Уголовная Криминальная Среда Людей Которые Занимаются Криминальным Бизнесом Среда Которые Люди Сделают Черные Дела Или Злые Дела Это Среда Неемлема Для жизни Вообще Надо Бежать Как от огня От этих Людей Никогда Нельзя Рядом Даже Накатиться С такими Людями Это Очень Опасно Для жизни Все Если Близкий Человек Так Живет Надо От него Отстраняться И Стараться Поподальше Держаться Но Не Обязательно Разводиться Надо Смолить Ложить Это Может Помочь Изменить Дальше Есть Среда Страстных Людей Кто Такие Страстные Люди Это Люди Которые Стремятся К Успешной Жизни В этом Мире Они Пытаются Работать Трудиться Пытаются Очень Красиво Выглядеть Внешне Не Лисуются Труд Перед Другом Но Сердце У них Пусто Почему Потому Что Страстные Люди Не Заинтересованы В Работе Над Собой Они Заинтересованы Во Внешнем Иде Чтобы В Жизни Все Было Чик Чик Так Картинку Они Рисуют Картинку Вот И У них Также В Семейной Жизни Они Тоже Рисуют С Друг У Них Нет У Длины В Отношениях Они Просто Делают Вид Что Все Хорошо И Сами С Знаете То Они Рисуются 90% Идей На земле И Это Нормально Это Люди Которые Немножко Не Получили Достаточно Образования Как Вчастливые У них Нет Знаний Они Не Поняли Как Правильно Это Неплохие Люди Это Нормальные Люди Просто У них Не Хватает Образования Как К ним Относиться Нужно С ними Сопробничать Общаться Работать Вместе С ними Можно Крутиться Но Не Близких Отношений Обсуждать С ними Истины Какие-то Не надо Почему Потому Что Они Не Поймут Этого И Перед Ним Также Не Надо Сильно Оправдываться Извиняться Потому Что Страстные Люди Всегда Все Используют Свои Цели Неосознанно Например Ты Извинился С Страстным Человеком Сказал Я Виноват Прости Он Скажет Хорошо Я Прощаю Но Потом Придет Время Скажет Ты Передо мной Был Виноват Сейчас Надо Для меня Кое-что Делать Использовать Это Будет Ситу Или Жена Сказала Мужу Какие У нее Люди Были Допустим Он С крастью Находится И Он Потом И И И И И Говорит Да Я Понял Это Было Прошлое Сейчас Другое Жизнь И Потом Когда Она Будет Неправильно На себя Вести Он Скажет Да Столько Было Мужу Бог Одна Мысль Не Рассказала Сердце Открылось Чтобы Очиститься А Он Это Подметил Потом Называется Страсть Жизнь Страсти Люди Страсти Они Очень Циничны Своему Сердцу Они Не 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 Могут Близкие Отношения С Строют И Дружба Бывает Только Двух Видов Первый Деловая Дружба Мы Дружим Потому Что Вместе Работаем К чему-то Стремимся В трубе Деловая Дружба Очень Поверхностная Дружба Более Глубокой Является Дружба На отдыхе За второй Дружбу У Страстных Людей Одны Вместе Отдыхаем Или Празднуем Или То же Самое Дружба Родственная Мы Родственные Дружба Это Дружба Страстных Два Дружба Обе Дружбы Оба Дружба Очень Поверхностные Они Разрушаются Немедленно Когда Наступает Тяжелый Терриот Жизни Когда У страстных Человек Наступает Трудность Все Развлекаются Все Друзья Так называемые В том числе Муж и Жена Тоже Страстные Люди Живут Стремятся К Материальным Ценностям Наступает Тяжелый Терриот Кто-то Заполел Тяжело Кто-то Еще Что-то Случилось Сразу Все До Свидания Или Сразу Теперь Следующая Категория Силы Которая Для Людей Называется Сила Благости Благостная Сила Приводит Человека К счастью В жизни Она В основном На Три Концепции Жизни Существуют Если Концепция Концепция Это Точек Что Тянет Что Игра Основой Веры Три Типа Веры Вера Неверственных Людей Я Все Могу Я Пластилин Своей Судьбы А если Вы захотите Помешать Мне То Я Вас Разорву Пусть Вам Незобровать То есть Неверственные Люди Они Себя Ставят Центр Своей Жизни И У них Даже Родственные Чувства Отшиблены У Неверственных Людей Нет Понимания Родства Убок У них Они Родство Играют Родственные Кланы Это Все Игра Понимаете То есть Они Родственника Могут Замочить Любой Момент Если Он Делает Что-то Не То И Пероза Это Получи Никак Как Картинка С Фраером Грядет Да Ну То есть Синкционер Увидел Там Девушка И Пероза Это Получи Вот То есть Это Отношение Верственных Детей То есть У них Нет Немного Чувства Просто Нет Немного Чувства Нет Немного Просто Ну Сердце Ненависть Страстные Люди Играются Любой У них Есть Понятие Чести Долго Там Все Это Есть Но Они Играются Любой И Они Показывают Успешность Это Основа Их Жизнь Все Фильмы Всказы Про Успех То есть Человек В страсте Он Как Выбли Такой Что Там Немного Трудностей Но В результате Все Решает Да Эти Страстные Фильмы Они Там Ну Нормально Можно Там Погулять С кем То есть Там Измена Не является У страстных Людей Чем Плохим Надо Просто Изменять Правильно Чтобы Никто Не Знал Это Труктура Страсти Она Очень Сильно Выражена В этом Фильме С Легким Паром Да Смотрите Человек У Немного Немного Невеста Да Нажрался Как Синь От Поехал В Город Собиды Приехал Там Разрушил Семью Парцы Расскажут Собиды 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 Бедный Полин Матвеевич Кстати Как Дурак Выглядит Как Дурак Выглядит Потому Что Он Дурак Потому Что Он Не Смог Сохранить Отношения Да А Этот Я Немного Сохранил Правильно То Правильно Кто Отбил У Него Да Это Культура Страстика То Культура Страстика То Есть Там Песни Такие Же Там Поется Песня Вспомни Со Мною Что Туда И Схор А Мином И Стра И Друг Ник Роди Поется О чем Что Я Живу Одна Кто Так Ходит К Мне На Ходит Разные Цветы Непостоянные Миньи Чувствуешь Да Причем Песня Весь Фильм А мы Классный Фильм Козел Хороший А Не козел А Просто Ифалин Поднимите Руку Кто Считает Что Ифалин Хороший Кто Считает Что Плохой Я Немножко Вас Разрешил О Лестволении Судьбы Нет О Лестволении Культуры Культура Должна Защищать Правду Семью Семья Создается Никто Не Должен Лестволение Культура Защищает Семь Он Создавался Даже Когда Он Создается То Никто Не Должен Мешиваться Иметь Памки О чем Виновата Эта девушка Которая Одна Слава Она Штала Человеческий А Размельчился Надо Надо было По-доброму Разговаривать С Каким Размельничать Поэтому Получила Герой За это Получили Ладно Вот Это Наше Мы Живем Вот Теперь Представьте Себе Люди Страсти Они Всегда Победитусы Они Не Проэкранку Средимы Всегда Победитусы Теперь Представьте Себе Что Вы Проэкранку Ваш Близкий Человек Уходит От вас Приходит Потом Вы Узнаете Что У него Другая Вы Размельничали Ну Размельничали Ну Теперь Тем более Ухожу Вы Проэкранку Как Нормально Или По Литом Стали Заходите Домой А Ваш Девушке Близкой Мужик Какой В квартире И Вы Так Ну Все Нормально Не Нервничать В Вместе Чаек Попили В Пусть Участлива Будет Будь Частлива Это Страсть Вот Страсти Побеждают Люди У которых Нет Сердца Они Ага У тебя Другой Не Участлива Все Я Тоже По поводу Чем Меньше Отношений Тем Легче Жить Страсти Культура Страсти Она Именно Так Разливается Сейчас В Америке Допустим Люди Стараются Не Привязываться Друг Они Сразу Разрешают Друг Друг Гулять Разрешают И Потом Делают Вид Что Все Хорошо Когда Лекция Приехал Я В одной Такой Семье В Сан-Франциско Поселился Они Жили вместе Потому Что Всю Жизнь На дом Зарабатывали И Там Когда С домом Проблемы Разминивать Там Они Вместе Продолжали Жить У них Были Свои Гурмуры И Вот Какие Семьи Часто Бывают Причина Страсти Нет Близких Нет Правила Жизни Правила Такое Люди Заботят Семью Не Надо Что 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 Никто Не Должен Мешать Посмотрите С Одним Человеком Познакомилась Начала Встречаться Все Доседание Все Остальные Все Это Культура Культура Плава Слепогния Страстные Люди Побеждает Сильнейший Сильнейший Отвечает Спокойнее Может Все Переносить Или Набухался Запустим Стал Сильнейший Ничего Не Сотражает Продолжение 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 Простите Меня Что Я Вам Напольное Наскакил Что Этот Фильм Любимый Стойкий Парм Я Разгромил Философ Стражает